Новый Ford Kuga был представлен на автосалоне в Женеве в прошлом году. Данная модель является обновленным вариантом предыдущего поколения, успевшего завоевать популярность во всем мире. Сегодня эксклюзивно дилерский центр Ford AutoTrack представил эту новинку жителям города Владимира. И она обещает быть очень интересной. Современный компактный городской кроссовер, сочетающий качество вместительного семейного автомобиля и черты настоящего внедорожника. Для того, чтобы на собственном опыте убедиться, какими умными могут быть современные машины, официальный дилер Ford во Владимире компании AutoTrack предложил жителям города посетить научную лабораторию и стать непосредственными участниками создания и тестирования этого автомобиля. И вот оно! Вот на чего мы так долго ждали! Инновации сегодняшнего дня! Смарт-кроссовер Ford Kuga! Автомобиль визуально привлекательен как вблизи, так и на расстоянии. И, конечно, внешний вид Ford Kuga выделяет его на фоне традиционных полноприводных внедорожников. Новый Ford Kuga, он изменился внешне. В первую очередь он стал длиннее на 8 сантиметров. Также изменилась и решетка радиатора, изменились передние фары, изменились задние фонари. Проходимость, скорость, управляемость – все это новая модель Kuga. Он обещает справиться с любой задачей благодаря интеллектуальным и высокотехнологичным устройствам. Система удержания автомобиля на полосе, система автоматического торможения Active City Stop, которая сама притормозит или полностью остановит автомобиль, если компьютер считает, что столкновений не избежать. Есть теперь и система помощи при парковке, или, нашумевшая в телевизионной рекламе, функция бесконтактного открывания багажника. Давайте посмотрим, работает это или нет. Да, смотрите, в первую очередь, что нам нужно, да? Нам нужно все-таки наличие ключей у того человека, кто будет открывать этот багажник. В принципе, ключи находятся рядом, пробуйте, проводите ногой. То есть я просто провожу ногой под машину и багажник открывается? Чудеса! Вот он и сезам откройся. Создавая этот автомобиль, инженеры и дизайнеры известной американской компании хотели опровергнуть все прежние стереотипы о кроссоверах. И им это, несомненно, удалось. Это смарт-кроссовер, и основная идея в том, что здесь используется полностью интеллектуальная система полного привода, которая непосредственно в нужный момент передает именно ту нагрузку на колесо, чтобы у вас было максимальное сцепление с дорожным покрытием. Андрей, и что же изменилось внутри самого автомобиля? Внутри самого автомобиля произошли кардинальные изменения. В первую очередь, изменились сидения, на которых мы с вами сидим. Сидения стали спортивными, с увеличенной боковой поддержкой. Стала возможность сделать салон полностью кожаным. Полностью изменилась центральная консоль, центральная торпеда. Появилось 20-дисплея. Изменился руль. Управление стало непосредственно на руле, а не под рулевые лепестки. Приборная панель изменилась, стала очень хорошо читаемой, добавили светной дисплей также сюда. Несомненно, новый Ford Kuga 2013 получился вполне компактным и одновременно не растерял ни одного ценного для внедорожника качества. Благодаря этому продажи Ford Kuga растут с каждым днем, и автомобиль не теряет своей актуальности. За две недели, вот как мы их только начали продавать, у нас уже больше 60 контрактов на данный автомобиль. В наличии сейчас имеется около 10 автомобилей, и на подходе еще около 50 автомобилей. В течение двух месяцев они помогают. Ford Kuga начальная цена ее 899 тысяч рублей. Это передний привод и механическая коробка передач. А для клиентов, кто хочет Ford Kuga с автоматической коробкой передач и уже полным приводом, начальная цена будет 1 миллион 99 тысяч рублей. Ford Kuga 2013 это и правда хороший изысканный автомобиль. Здесь сделано все на совесть, и у него есть все, что покорит любого взыскательного автомобилиста и заставит его купить. Это добросовестный, практичный, комфортабельный автомобиль, который отлично справится с поставленными задачами. Пока еще я немного наездил, около 1000 километров. То есть я вот совсем недавно ее купил. Машина мне нравится. Рекомендую всем хорошая машина. Редактор субтитров А.Семкин